Итак, мы уже установили все готовые инструменты, то есть у нас есть Python, у нас есть Django, у нас есть PyCharm. Вот, мы умеем создавать проект, но мы хотели бы увидеть, что он из себя представляет, потому что до Deploy, то есть до готовой версии нашего проекта еще далеко. Мы даже, в принципе, не начинали ничего писать. Но нам важно уметь смотреть, что же у нас имеется на нашем текущем этапе. И для этого нам нужно изучить еще одну команду. Она называется RunServer. Запускаться она будет тоже через терминал. И, к счастью, PyCharm нам предоставляет возможность открытия терминала прямо вот здесь, в нашем окошке. Смотрите, внизу есть эта кнопочка. Вы ее нажимаете, и обратите внимание, путь сразу указан внутри вашего проекта. Вот, видите? То есть отсюда я сразу могу выполнять нашу команду. Но я не могу просто написать RunServer, я должен запустить ее при помощи Django. И мы уже знаем, что у нас есть команда DjangoAdmin. Давайте на нее взглянем. Здесь есть перечень команд. И так раз RunServer у нас вот представлен здесь. Но смотрите. Если я запущу RunServer при помощи DjangoAdmin, мы с вами получим вот такую ошибку. И здесь сказано, что непроставленное переменное окружение DjangoSettingsModel. И для исправления этой ошибки нам так раз на помощь приходит файлик mainHPY из нашего проекта. Давайте откроем его вновь. И смотрите. Здесь есть строчка под номером 9, которая так раз исправляет ту ошибку, с которой мы столкнулись. И если обратиться к документации Django, вот здесь так раз и написано, что mainHPY делает те же самые вещи, что и DjangoAdmin, но также проставляет нашу переменную. И это значит, что смотрите, к mainHPY я могу обратиться. Из нашей консоли мы с вами увидим тот же самый список команд, вот он здесь представлен, и несколько специфичных команд, которые относятся к mainHPY. Если вдруг у вас сейчас возникла ошибка, когда вы написали mainHPY, то напишите сперва Python, то есть программа, при помощи которой вы будете запускать сам файлик mainHPY. Вот, и тогда вы увидите этот результат. Ну и значит, чтобы выполнить нам команду runServer, мы пишем следующим образом. Я нажимаю вверх, то есть дублирую предыдущую мою команду, пишу runServer, и происходит магия. Django запускает свой локальный веб-сервер. Веб-сервер это такой специальный компьютер, который принимает запросы от клиентов по сети, и в зависимости от запросов отправляет определенные ответы. Локальный веб-сервер, это значит, что этот сервер будет работать именно на вашем компьютере, и он не будет доступен никому другому. Адрес, по которому веб-сервер наш работает, представлен вот здесь вот. Давайте кликнем по нему, и у нас откроется страничка нашего сайта, который по умолчанию выглядит именно так, после того, как вы установили проект. И обратите внимание на этот IP-адрес, 127.001. Его нужно запомнить, и он обозначает вашу локальную машину, или localhost. То есть по этому адресу вы в сети можете обратиться к своему же компьютеру, то есть к самому себе. Также допустимо здесь написать следующим образом. По-английски пишем localhost. Оба варианта допустимы. Обратите внимание также на порт. Ваш сервер обрабатывает запросы к localhost именно на 8000 порту по умолчанию. Если мы будем обращаться по другому порту, то страничка будет недоступна. Вот, мы это с вами здесь видим. Как я уже сказал, задача локального сервера – обрабатывать запросы, которые к нему приходят от клиента. В нашем случае клиентом является браузер. И каждый раз, когда мы обновляем страничку, происходит отправка запроса к серверу. Сервер ее обрабатывает и отправляет ответ. О том, что запросы отправляются, вы можете увидеть в консоли. Вот, смотрите. В нашем терминале отображаются сообщения. После того, как я нажму вновь обновить страничку, в консоли появится новый запрос. И также очень важно понимать, что когда вы запускаете локальный сервер, эта программа работает в реальном режиме времени. И она все время прослушивает именно вот этот адрес, придет ли к нему новый запрос или нет. И при этом локальный сервер захватывает работу вашего терминала. То есть сейчас он вам недоступен, вы не можете здесь вводить никакие команды. Вот я попробовал что-то ввести. У меня даже не отображается сейчас. И чтобы вновь получить доступ к вашему терминалу, вы должны локальный сервер остановить. Для этого нужно нажать Ctrl-C. И после этого вы увидели сразу, какие команды я вводил. Ну, я бил просто по клавиатуре. Вот, после того, как ваш локальный сервер остановлен, вы теперь не можете обратиться к странице. Потому что уже больше некому обрабатывать эти запросы. И чтобы вновь ваша страничка была доступна, вам вновь понадобится запустить ваш сервер. Ну вот, у нас страничка сразу стала доступной. Если же вам необходимо сделать какие-то команды в терминале, вы можете открыть другую сессию в командной строке. Просто нажимаете плюсик, и здесь вы можете вводить свои команды. Также обратите внимание, что при первом запуске создается база данных. Ее имя берется из настроек, вот из этой переменной databases. Здесь указывается, какой ее тип, и как будет она называться, где сохраняться. Вот, при каждом новом запуске у вас она не будет перезатираться, если этот валик существует. Итак, теперь мы умеем запускать свой локальный веб-сервер. И нам остался только один шаг до начала написания нашего собственного кода. И этот шаг заключается в том, что мы должны разобраться, где, собственно, и как мы этот код будем писать. Но об этом мы с вами поговорим в следующем уроке.